Проведут мастер-классы, посвященные второй годовщине зимних игр в Сочи. Среди участников этих олимпийских уроков будет и фигуристка Юлия Лепницкая. В 2014-м она покорила всех своим выступлением и стала самой молодой чемпионкой в фигурном катании в истории зимних олимпиад. Как теперь складываются её спортивные карьеры и что в планах, она рассказала нашему корреспонденту Андрею Шляпникову. Два года назад весь олимпийский стадион «Айсберг» как будто замер. На льду появилась она, 15-летняя девочка, и очаровала болельщиков, президента. Да уж что там говорить, весь мир. Я к этому всю жизнь шла. Пусть она у меня не особо длинная была ещё тогда. Но всё равно, конечно, естественно, только тёплые воспоминания, и я очень горжусь тем, что это было в моей жизни. Её ждала триумфальная победа в командных соревнованиях. Её первое олимпийское золото и слава, свалившаяся, как снег на голову. Владимир Путин поздравил Юлию лично, а журнал «Тайм» разместил чемпионку на обложке. У меня со стартом на Олимпиаде не сравнится больше никакие выступления вообще. Никогда, мне кажется. Потому что я потом думала, что я поеду на чемпионат мира, и у меня будет что-то похожее, несмотря на то, что там публика японская. Вообще, даже близко не родня вообще. Настолько всё разное, настолько разные катки, настолько разная атмосфера. И вот спустя два года Юлия Лепницкая снова в Сочи. Она вернулась сюда, чтобы начать всё сначала. Осенью спортсменка принимает сложное решение расстаться со своим тренером Этери Тутберидзе и переходит в группу олимпийского чемпиона Алексея Урманова. Специалист берётся за Лепницкую. Она переезжает в Сочи подальше от суеты и лишних глаз. Здесь везде можно спокойно, абсолютно себя чувствовать. В Москве вот как бы всё время ты даже идёшь, когда просто вот выйти погулять, уже как будто какая-то вот нагрузка на тебя уже идёт. Вот просто до магазина дойти и приходишь домой, уже такой, как будто там целая работа у тебя прошла. А здесь просто вот целый день и длится, и длится, и длится, и тренировки. Вроде уже три льда откатала, уже два ОФП было, уже и хореография была. Всё, день как бы и не заканчивается, и не надо, чтобы он заканчивался. Алексей Урманов для Лепницкой не просто тренер, но и хороший психолог. Он, как никто другой, понимает, как тяжело держать высоко поднятую планку. В своё время Урманов стал олимпийским чемпионом в 20 лет. Груз олимпийского чемпиона – тяжёлая ноша. Я очень хорошо понимаю, потому что я сам прошёл этот длинный большой путь от начала и до самого конца. И я не просто понимаю олимпийскую чемпионку, которая сегодня работает под моим руководством, а я понимаю и всех спортсменов, которые также занимаются с нами в группе вместе. И мы находим общий язык. И я знаю, как порой бывает, особенно тем спортсменам, которые добились уже серьёзных результатов, я знаю, как им бывает тяжело, но это спорт. Нужно обязательно находить в себе силы и возможности двигаться вперёд, двигаться дальше, преодолевая те моменты, которые возникают по жизни и по спортивной деятельности. На чемпионате России по фигурному катанию, который прошёл на родине Лепницкой в Екатеринбурге, спортсменке не удалось отобраться в национальную команду на чемпионат Европы. Однако короткая программа ей удалась на все сто. Не реально переживала на эту короткую программу просто. Потому что было мало прокатов до этого. Было очень много работы, но именно мало целикова, потому что там постоянно что-то менялось, постоянно были корректировки, постоянно надо было вкатывать всё кусками большими, небольшими. Много не получалось. Именно после этого проката Алексей Урманов понял, что у Юлии Лепницкой ещё всё впереди. Теперь главная цель Олимпийской игры в Корее. Она большой профессионал и она практически вся в этом спорте. И это очень важно. Она боец и она это уже доказала нам всем неоднократно. Поэтому я считаю, что у неё есть все возможности и перспективы обрести ту олимпийскую форму, которую необходимо, и у неё всё получится. В деле болельщики смогут увидеть Лепницку уже скоро на Кубке России в Саранске. А пока она будет оттачивать мастерство в Сочи, городе, в котором она вошла в историю. Произволочку доделать уже нормально и всё. Андрей Шляпников, Алексей Табунков, Умар Тускаев, Вести, Сочи.